Отлично сделали операцию. Мы не знаем, как ее можно сделать лучше, но получили огромную кучу проблем. Есть ли там какие-то подводные камни, о которых я должен знать? Клиника должна зарабатывать деньги. О том, что вам, как пациенту, нужно знать? Я это называю некой все-таки мясорубкой. Как только мы начинаем коммуницировать лучше с пациентом, вся история, она складывается сама собой. Временно для пациента это самое дорогое. Все, точку. Добрый день, уважаемые подписчики Первого медицинского канала. Меня зовут Василий Купречек, я врач-реабилитолог. И сегодня вместе с нами в гостях в передаче «Это не ко мне» находится известный московский травматолог-ортопед Юрий Глазков. И сегодня мы поговорим о зонах компетенции смежных специалистов. То есть я реабилитолог, человек, который занимается управлением командой, которая работает консервативно. И Юрий Глазков, естественно, известный травматолог-ортопед, который работает с людьми больше хирургически. Такие, по крайней мере, ожидания у всех людей, когда они слышат «травматолог-ортопед». Я предлагаю начать сегодняшнюю дискуссию. Спасибо за представление, засмущали. На самом деле, когда человек говорит «травматолог-ортопед», он по моей практике хочет всего, кроме операции. Потому что, как мы знаем, это мое четкое совершенно убеждение, что лучшая операция – это операция, которую мы не сделали. И это как раз отождествляет смежные специальности. На самом деле, проблема сейчас очень остро стоит. И стоит она, к сожалению, в связи с тем, что имеется огромное количество частных клиник, то есть центров, где людям надо зарабатывать деньги, инвесторам надо зарабатывать деньги, хозяевам. И достаточно широко размываются показания к операциям. И чаще можно встретить ситуации, когда чего-то можно было избежать, а это делают. Но камень, так скажем, в вашу сторону, да, что когда есть объективные показания для того, чтобы заниматься хирургией, периодически бывает, что до упора занимаются, я не назову это реабилитацией, да, я назову это продажей различных медицинских услуг. И в итоге это приводит к тому, что мы теряем время, а время для пациента это самое дорогое. И получается, вместо одного курса лечения проходит два. Он попадает на большее количество. Я с вами согласен. И у меня здесь нет никаких противоречий. То есть это даже не камень. Это просто вы указываете на камень, на проблему всей индустрии. Я бы это так сказал. Я бы, наверное, вот какой вопрос поднял. То есть это не ко мне или это ко мне? Больных можно расценить по двум очень простым критериям. Это острая проблема, в которой человек жил-жил-жил и внезапно у него что-то случилось. Не знаю, травма, упал на горнолыжном склоне, что-то случилось с ногой, с рукой, с плечом, локтем. Либо это какая-то хроническая проблема, которая обычно это болевой какой-то синдром. Опять-таки колено, тазобедренный сустав. Все зависит от конкретного случая. И нужно понять, наверное, для тех пациентов, которые будут смотреть этот эфир, какая должна быть маршрутизация во всей этой истории. На мой взгляд, папой всего случая всегда должен оставаться травматолог-ортопед, как человек, который работает со структурной патологией вот прям в чистом ее виде. Человек, который компетентно оценит ситуацию радиологическую, то есть сможет провести детализированное все обследование, которое необходимо, для ответа на главный вопрос. Я здесь должен сделать хирургическое лечение или я здесь могу его не делать, могу с ним повременить и что-то порекомендую в интересах пациента. То есть по-хорошему, по-честному я бы говорил о том, что индустрия должна немножко вывести всех вот этих вот специалистов, которые работают консервативно и говорят о том, что не ходите, вас там зарежут, а мы вот сейчас будем работать, ставить вам иголки, делать физиотерапию, ЛФК, и вы обязательно вылечитесь, и человек может достигать шестизначных сумм легко, элементарно совершенно, без изменения качества жизни человека в исходе. Такого быть не должно. Чтобы этого не было, я считаю, что в команде, которая работает с пациентом ортопедического профиля, неважно, острая у него проблема или хроническая, все-таки папой этого случая является травматолог, ортопед, хирург, человек, который работает с суставом напрямую. И если пациент приходит, у него есть клиническая картина, проблем с опорно-двигательным аппаратом, с мышцами, связками, клинические тесты показывают о том, что это действительно ситуация, которая требует рассмотрения и внедрения в команду врача, травматолога, ортопеда, его немедленно надо внедрить, пациента надо передать и сказать, не переживай, мы здесь, мы рядом, ты сначала получи мнение, нужно ли тебе на хирургическом, на структурном уровне восстановить твою анатомию, после этого приходи к нам. Вот я как-то так эту проблему вижу. У меня в клинике на самом деле происходит абсолютно то же самое, то есть есть возможность не только заниматься хирургией, но и также у нас достаточно хорошее звено реабилитации. Здесь надо, наверное, для зрителей более глобально открыть суть этой проблемы, то есть есть некие инсайты, которые можно рассказать. То есть если мы берем травматологию ортопедию 15 лет назад, то есть в то время, когда я был в ординатуре, количество операций, я не знаю статистики, но вот то, что я вижу сейчас, я могу сказать, что количество операций и переломов, и ортопедических операций было в разы меньше, чем сейчас. То есть раньше мы чаще пользовались консервативными методами лечения, то есть нормально абсолютно было какое-то время работы в гипсовой, определенное, прописанное каждый день. Мы репонировали переломы, мы меняли повязки, дождавшись отека. То есть время пациента, как правило, проводили в клинике. Последние годы, где-то в течение 10 лет, меняется система взаимоотношения клиник со страховыми компаниями. Идет процесс, я даже не знаю, как-то оптимизации, модернизации столичной, как минимум столичной медицины. И все это приводит к тому, что сейчас клиника должна зарабатывать деньги. То есть настолько остро, как сейчас, раньше этот вопрос не стоял. И как она может заработать? Все очень просто. Как правило, чем больше народу будет пропущено за определенный момент времени, тем больше клиника зарабатывает. То есть сокращаются дни пребывания в стационаре. В некоторых случаях, наверное, где-то расширяются показания для госпитализации пациентов в стационар. И что мы видим на выходе? То, что сейчас на одно отделение травматологии ортопедии обычной городской клинической больницы, 10-12 операций в день – это норма. 15 лет назад это было 5-6, бывали пустые дни. То есть сейчас идет, я это называю некая все-таки мясорубка. Я не знаю, может коллегам не понравится такое название. Но, тем не менее, здесь как раз очень остро встает вопрос, а что делать с этим пациентом, которого соперировали, и через 2-3, если это протез, то 5-7 дней написали ему выписку и отправили домой. Мы живем, наверное, географически все-таки в Европе, но практически, если сравнивать нас с Западной Европой, та же Москва – это огромное расстояние. То есть выписав пациента, условно, в Медведково, мы не сможем ему объяснить, что в Бутово есть центр, где вам помогут. Или наоборот, выписавшись где-нибудь в районе 31-й больницы и попав в реабилитационный центр на другом конце Москвы, ну, то есть я хочу сказать, что очень большие расстояния. Да, это все-таки требует какого-то подхода, наверное, более стационарного. И амбулаторное звено реабилитации в данном случае, когда человек, ну, давайте возьмем нижние конечности, когда человек передвигается с костылями, без нагрузки, допустим, на ногу, либо с какой-то дозированной нагрузкой на ногу, здесь встает уже острый социальный вопрос. То есть либо кто-то из семьи перестает работать и занимается извозом своего родственника в лечебное учреждение, с утра привез, вечером забрал, либо на какие-то процедуры, либо это такси, что недешево, либо я видел машины социальной службы, наверное, такая опция тоже есть, но я не думаю, что они в достаточном количестве присутствуют, потому что я, ну, когда нас будут коллеги смотреть, я думаю, что я не обманул по поводу 10-12 операций, если посчитать травматолого-ортопедические отделения, можно умножить эту цифру на 5 в течение недели и далее умножить на количество отделений. Ну, то есть получится это огромное число людей, огромное. И как это построено в Европе? В Европе, допустим, ну, можно взять опыт Швеции, показания к выписке пациента после эндопротезирования, вот, собственно, до эфира мы это с вами обсуждали, то, что человек может самостоятельно сесть, встать и дойти до туалета. То есть он умеет пользоваться либо худунками, либо костылями, все, ему больше клиника, стационар не нужен. Дальше начинаются какие-то индивидуальные реабилитационные мероприятия. Мое убеждение, и оно абсолютно четкое и подтверждено научными данными, то, что нам не хватает такого понятия, как предоперационная реабилитация, если мы говорим о плановых хирургических вмешательствах и в ортопедии, в том числе. В хирургии, я думаю, что проблемы не меньше. Когда мы оперируем пациента, мы готовим его к хирургии, и классический разговор с пациентом, что мы вам сделаем то-то, то-то, вы приедете с утра в клинику, через два дня, либо через день, вы уже будете дома, вам нужно будет в течение месяца ходить с костылями, и все. А когда я вижу этих пациентов после операции, и когда мы на первые сутки разрешаем пациенту встать и пойти, допустим, в перевязочную, то я понимаю, что его надо было учить очень простому. Это ходить с костылями, это правильно садиться на унитаз, правильно вставать с него, садиться в кровати, свешивать ноги. То есть банальные вещи, которые, ну вот, ко мне это или не ко мне. То есть кто это должен рассказывать и объяснять? Потому что со своими пациентами, ну, у меня как бы так уже исторически сложилось, то, что я веду пациента от первого осмотра до, ну, как минимум, выписки из стационара, если пациент не москвич, как максимум, и снятие швов в том числе. То есть я общаюсь с человеком, я вижу, как он адаптируется к постхирургической ситуации. И это огромная проблема. То есть это намного сложнее, нежели чем сделать саму операцию для хирурга. И получается, что если нету взаимосвязи, а ее в подавляющем количестве, ну, то есть в подавляющем большинстве случаев ее и нет, то мы получаем потом проблему. И получаем проблему, которую уже решаете вы, если пациента, опять же, кто-то на это надоумливает. Потому что, допустим, неправильное хождение с костылями при патологии коленного сустава, голеностопного сустава, моментом в дни выбивает нам и тазобедренный сустав, и спину, проблема, что мы будем потом лечить. То есть мы сделали хорошо, мы отлично сделали операцию, мы не знаем, как ее можно сделать лучше, но мы получили огромную кучу проблем потом. Это то, что касаемо плановых операций. Если мы возьмем экстренные операции, как остеосинтезы, ну, это еще большая проблема. То есть, как правило, все-таки приходится иммобилизировать суставы. Какой остеосинтез, чего бы ни был. То есть это либо ортез, либо гипс, кто что может. Если это стабильный остеосинтез, то мы можем практически сразу давать пациенту возможность разрабатывать сустав, то есть снимать повязку, которую он, можно сказать, для покоя одевает, и отправлять его, опять же, на какую-то реабилитацию. Мы ему даем рекомендации. Я по себе знаю, что человек — это безумно ленивое существо. В том, что касаемо своего здоровья, в том, что касаемо своего двигательного аппарата. То есть, вот пока опорами двигательного аппарата пока не наступят, ну, действительно, какие-то большие проблемы, мы не пойдем ни в спортивный зал, мы не пойдем ни в бассейн, в подавляющем большинстве случаев. То есть мы вот катимся и катимся, пока не клюнет. А здесь уже клюнуло. И очень многие, и я думаю, что это, наверное, недостаток общения с пациентом до операции, именно доктора, очень многие считают то, что все, меня соперировали, это 100% успеха. И если мы не говорим, я сейчас каждому первому пациенту говорю, что это не так. Мы в операционной решаем максимум 50% ваших проблем, максимум, а то и меньше. Все остальное — это вы, это ваш реабилитолог, и он у вас обязан быть. Либо вы готовитесь до, и потом занимаетесь самостоятельно. То есть реабилитация в любом виде, она должна быть после каждой абсолютно травмы, после каждого хирургического вмешательства, тем более. Потому что иначе мы получаем как раз то, о чем вы говорили. Это плохие результаты, которые заканчиваются плохими отзывами, снижением репутации клиники доктора, ну и, собственно, ничем хорошим, ни к чему хорошему это не приводит. Система, она, мне кажется, просто чуть-чуть ухудшилась за это время. Я не могу сказать, что она улучшилась. То есть она, вероятнее всего, стала более высокотехнологичной. Она в городе Москва неплохо отрабатывает, но я проехал нашу страну от Москвы до Сахалина, Урал везде, вот по больницам. И это нормальная ситуация, когда человека кладут на вытяжение после травмы и говорят, все, лежи, у нас спиц нету, нам их из Москвы ждать 35 дней. И все, лежи. И вот ты заходишь в отделение, и ты думаешь, ну это какой-то просто, я не знаю, это прошлый век. И там нет опции купить, знаете, там нельзя заплатить, там типа, доктор, давайте я вам что-нибудь дам. У него нету, что продать. Поэтому все сидят такие, просто курят, ждут, отделение заполнено полностью, все ждут спицы, все необходимые комплектующие для хирургического лечения. Поэтому Москва, она, конечно, не Россия, и Москва это даже не Подмосковье. Но вот у меня создается впечатление, что московская медицина, она такая, про исполнение стандарта, не дальше своих компетенций. Потому что, если ты работаешь в государственной системе, чем больше компетенций ты на себя берешь, тем, в общем-то, как бы больше рисков ты на себя берешь с профессиональной точки зрения. И тебе этого не хочется, потому что у тебя есть своя семья, ее надо кормить и так далее. В общем, если тебя так или иначе отстранят от ведения медицинской деятельности, кем ты будешь, ну, как бы, и качество жизни твое значительно развалится. Вот в частной медицине, мне кажется, вы правильно говорите, это реализовать, да, возможно. Соответственно, у себя этот вопрос подготовки пациентов, я так предполагаю, что его закрываете вы и ваша команда. Конечно. То есть, вы просто говорите, что, уважаемый человек, мы предполагаем с вами вот эту вещь, к ней нужно подготовиться. Отнеситесь к этому правильно, отнеситесь к этому нормально, потому что это значительно увеличивает качественный исход вашего случая. Здесь еще можно сказать, даже добавить, то, что предоперационная реабилитация, она позволяет пациенту более быстро начать послеоперационную реабилитацию, понимая. Я думаю, что реабилитационные центры ортопедические, ну или, скажем, реабилитационный центр, на мой взгляд, он занимается всем. То есть, почему он занимается всем? Потому что смысл реабилитационного центра это закрыть случай так, чтобы человек больше не нуждался в медицине, ну по возможности. То есть, восстановить уровень качества его жизни до такого момента, когда человек скажет, я все понял по поводу своей проблемы. То, что можно было восстановить, я восстановил. То, что нельзя было восстановить, я к этому адаптировался, и я понял, как мне дальше жить. Я понял, как мне заработать. Я понял, как мне доставить продукты в квартиру. Я прям все это понял, мои родственники все это поняли. Всем спасибо, до свидания. Меня не беспокоит боли, меня не беспокоит вот эта, вот эта моя жизнь. Я понял, какой она будет. Вот это смысл реабилитационного лечения. Мы можем пойти в салон красоты, нам предложат маски, которые нам не повредят, подстричь, девушкам покрасить ногти, что-то, чтобы сделать нас лучше. То же самое, к сожалению, происходит и в травматологии ротопедии, и именно в лечении хронических болевых состояний. То есть, возьмем артроз, артроз коленного сустава, забедренного, плечевого, голеностопного в меньшей степени. Клиники, я просто противник этого, у меня в клинике нет среднего чека, у меня нет какого-то бизнес-плана. Мы работаем, мы делаем, может громко скажу, но тем не менее, добро людям, мы их не обманываем, и я спокойно сплю. В клиниках, которые, мы не будем перечислять, но они прямо на виду, скажем так, и через них проходит намного большее количество пациентов, чем через мою клинику, у них есть некоторые планы по лечению данных пациентов. То есть, если человек обращается с артрозом коленного сустава, скажем так, рентгенологическая вторая стадия, ну, здесь уже мы говорим плюс-минус о хирургии. Редко кто хочет эту хирургию. Соответственно, начинается консервативное лечение, которое, в принципе, при правильной постановке вопроса, оно работает. То есть, мы можем либо на какое-то время отсрочить операцию, если пациент не готов сейчас это делать по различным социальным каким-то проблемам. Ну, условно, вот сейчас у меня проходит пациентка в лечение, которой нужно выпустить 11 класс в июне месяце, и потом она готова хоть все суставы поменять. То есть, сейчас она не готова, но сейчас она не может к своему этому 11 классу просто каждый день ходить, потому что болят ноги, болят колени. Чем-то надо помочь здесь и сейчас. Вопросов нет. Мы знаем, чем. Во всяком случае, попробовать. А здесь же ситуация немножко другая. То есть, есть определенный список позиций, которые доктор может не попробовать, а продать. И вопрос получения результата от этого, он, по моему мнению, он вторичен. Потому что, ну, вопиющие случаи приходят потом и к нам, и когда ты не понимаешь, зачем это все было. Ну, то есть, либо здесь, как минимум, просто не трогай и назначай нестероидные противовоспалительные препараты, либо уговаривай всеми возможностями получать квоту, потому что за квоту еще тоже постоять надо. И, собственно, ложиться в клинику. С другой стороны, могу, ну, как бы в оправдание вот этого всего, я это называю маркобесием, то есть, по-другому это назвать невозможно. Ситуация, когда приходит пациент и говорит, что я все знаю, я знаю, что мне надо делать операцию, я хочу сделать вот это. Да, и там либо приносит какой-то укол, либо в клинике это есть, либо я хочу попробовать сделать какую-то процедуру. Я трачу время своей консультации на то, чтобы объяснить пациенту, что это ему не поможет. Ну, ни при каких условиях ему это не поможет. Но, тем не менее, он услышал где-то на первом канале, услышал где-то на втором канале, ему объяснили, четко сказали. Это авторитетнейшие терапевты, что колите эту вещь, и артроз уйдет сам. С чем это связано? Связано с тем, что у большинства из этих лидеров мнения есть свои клиники, где они это активно делают. То есть сейчас, если мы возьмем лечение артроза, ну, я уже много раз об этом слух говорил, есть процедура, допустим, использования стромально-васкулярной фракции. То есть это СВФ-терапия, которая заключается в том, что забираются клетки жировые, определенным образом механически обрабатываются и отдаются в какой-то сустав, да, в колено, либо внутрикосно это вводится. Мое потрясение было, когда в одном известном, известной сети центров МРТ, которая сказала, что мы больше не диагностические центры, а мы диагностическо-лечебные центры, я увидел роллап при входе, даже не внутри, а просто при входе, где черным по белому написано, что мы делаем процедуру СВФ. Здесь, сейчас, один укол позволяет на всю жизнь вылечить артроз. Дословно я сделал фотографию этого роллапа. То же самое неоднократно где-то в соцсетях я встречал. То есть один укол лечит артроз. Точка. Это утверждение. Поговорив с людьми внутри этого центра, у меня волосы на голове встали дыбом. То есть это делается. Процедура серьезная, хирургическая процедура, по большому счету. Да, она процедура двух часов, как мы называем, сингл-дэй. Даже два-три часа пациент проводит в стационаре. Но это стационарная процедура. В перевязочной они делают. Просто в перевязочной, обычное здание, не относящееся к медицине. Ну вот, как есть. К вопросу, опять же, о мракобесии. На мой вопрос, много ли, не успевают меняться. То есть, как работает в данном случае система? Пациенту делается МРТ. Я думаю, что после 50 лет есть статьи, в которых четко говорится, по-моему, от 40% пациентов, у которых есть дегенеративные изменения в коленном суставе. Описывается артроз. Ну, человек же вряд ли пришел на МРТ просто потому, что ему хочется сделать МРТ. Его что-то беспокоит. Соответственно, что его беспокоит? Артроз. Куда он идет дальше? Он идет в интернет. Но до интернета ему дойти не дают. Потому что говорят, что только сегодня и только у нас бесплатная консультация доктора, который вам может помочь. Ну, это живая история. То есть, я не буду называть это центром, но таких много. Поверьте. Доктор смотрит и говорит, ну, вы успели загуглить? А мы знаем, как это лечить. Один волшебный укол. Вам надо подготовиться. Немножко денежек собрать. Приходите, мы вам поможем. Все. В чем проблема этого? Ну, они не вредят, как правило. Но проблема в том, что есть хороший метод СВФ-терапии, который дискредитируется неправильными показаниями к его выполнению. Вот и все. И когда человек приходит и говорит, что живот-то болит после липосакции, а коленка-то болит, как и болела, то есть мы получаем что? То есть мы получаем отзыв человека, который пишет, что он не понимает, что это услуга была, которую он оплатил. Поможет, не поможет, это мало кого интересует. То есть ее надо было продать. Он получил те же самые проблемы. Он избавился от достаточно большой суммы денег. И ему не помогло. Есть статистика, которая говорит о том, что в любой индустрии, абсолютно, турбизнес, поездки, перевозки, медицина, из 10 человек, которым понравится, один и тот, может быть, напишет отзыв. Но из 10 человек, кому не понравилось, 7 напишут отзыв. Мы получаем эти отзывы. Другой человек, которому это показано, и мы уверены, что это будет работать, читает. Это то же самое, касаемо эндопротезирования. И говорит, что, не, ребят, вы что-то путаете, это не для меня. Знаете, как мы придумали решение этой проблемы? Мы семьям говорим, заведите себе general practitioner доктора, семейного врача. Человека, который будет поверхностно осведомлен о большинстве болезней обычного человека. И свои медицинские вопросы направлять ему. И так как индустрия медицинская уже привела нас к тому, что мы медицинское лечение, глаз не дергается, называем услугами в ряде вещей. И как бы это, я думаю, что лет 25 назад это бы оскорбило присутствующих там докторов. То есть сейчас мы говорим, ну да, вот это вот у нас услуги, вот тут услуги. Вообще мы боремся за эту всю штуку, уже начинает напоминать отельный бизнес или ресторанный бизнес. Заведите, ну то есть это вот смотрят нас сейчас пациенты, уважаемые пациенты, заведите себе доктора, к которому обращайте свои вопросы. И скажите, у меня болит коленка. Доктор, пожалуйста, промониторируйте информацию в отношении артроза, да, вот мне поставили артроз, что мне с этим делать? И уже доктор, он является таким представителем пациента в медицинском сообществе, и он, не знаю, обращается к вам, да, например, уважаемый Юрий, да, вот у меня есть пациент, вот такая проблема. Я прошу вас рассмотреть ее, да, и я остаюсь как вот представителем такого, этого пациента, да. И уже мы с вами, как два доктора, обсуждаем этот случай, и рождается комплаенс, остается после этой хирургии или проведенного лечения, неважно какого, остается ответственный доктор семейный, который наблюдает семью, отвечает дальше на его вопросы, нужен уролог, нужен проктолог, нужен еще кто-нибудь, там, офтальмолог, неважно. Он к этому случаю подключает каких-то вещей. Когда такого человека нет, ну, извините, действительно, на что способен интернет, то ты и, как бы, такое лечение тебе предложит эта индустрия. Ну, это, это неправильно. GP у нас это доктор Google, по большому счету, сейчас. И да, и нет. Это доктор Google, когда ты владеешь английским языком или любым другим. Там, окей, ты по своему вопросу можешь собрать какую-то информацию, то есть отключить правильный, вывести свой Google из опции поиска на русском, включить поиск на английском и пользоваться, да, нормальными запросами и получить какую-то более-менее околонаучную информацию пациентскую. Потому что, например, вы спокойно можете загуглить в интернете, там, не знаю, Stanford University Patient Guide After Hip Endoprotesis, да, и получить информацию о очень серьезном медицинском источнике о том, что вам, как пациенту, нужно знать о предстоящем эндопротезировании. Такое есть, там, у всех серьезных институтов медицинских нет проблем. Ну, вот это делает, я не знаю, 0,2% пациентов и 3% врачей. То есть, не говоря уже о том, что, ну, самые доктора эти, гайды, там, не гайды, а patient information. Это самая глобальная, это миоклиника, и там все есть, пожалуйста. Да, вполне. Ну, то есть, пожалуйста, есть американская ассоциация ортопедии, у них замечательный пациентский сайт, на котором можно собрать всю информацию вообще, о чем ты хочешь. Если брать все-таки какой-то идеал, к которому, я думаю, что рано или поздно мы придем, если это плановая ортопедия, ну, давайте так, экстренно, это все просто, это скорая помощь, это клиника, это рентген, это хирургия. Да, нет, чаще сейчас, да. И выписка на реабилитацию, и действительно, пациент либо к этому времени знает уже, что ему делать, либо попадает в какие-то хорошие амбулаторные руки. Все, точку, полис обязательного медицинского страхования, это закрывает. Если мы берем идеальную ортопедическую ситуацию, допустим, давайте, колено мы сегодня часто использовали, разрыв передней коцитообразной связки, необходимость хирургии. Это предоперационная реабилитация, которая будет в себя включать, первое, контроль за функцией, за объемом, за силой мышечного каркаса, который окружает сустав. Второе, это улучшение биомеханики, если есть какие-то проблемы. Третье, это обучение пациента каким-то общечеловеческим навыкам, как пациента в послеоперационном периоде. После этого плановая хирургия, не задерживается пациент в клинике, потому что не нужно ему там задерживаться, то есть один-два дня он там проводит. Дальше он выходит, уже есть какие-то определенные моменты, чему его научили. Он это может дома делать самостоятельно, в то время, пока он маломобилен. И после этого он опять же попадает в руки реабилитолога на несколько часов в день. И, в принципе, вся ситуация закрывается такая острая где-то через месяц с момента первого разреза. Это то, что вижу я. Ну, хотелось бы спросить, как видите, Василий, это вы. Идеальная картина. Да, вы ее описали, я с ней согласен. Туда просто к вашему маршруту просто можно, знаете, накидывать еще. А вот не забудьте, пожалуйста, чтобы у человека был, не знаю, психотерапевт, который его сопроводит через страх вот этого первого разреза, там, не знаю, ла-ла-ла-ла-ла. Мы можем расширять эту команду до бесконечности. Но в целом, да, я с вами полностью согласен, исключением могут быть, наверное, только профессиональные спортсмены, которым чуть-чуть, там, не мне вам рассказывать, свои тонкости, во-первых, и хирургические в отношении, там, если мы говорим про колено, то там со связкой иногда, насколько я знаю, ортопеды имеют ряд хитрых решений, и, соответственно, не так быстро их надо выводить к соревновательной деятельности, для того, чтобы не получить, там, риск последующей травмы, спортивной именно, и чтобы у человека была внутренняя уверенность в своем колене. То есть это тоже немножко по-другому там строится уже сам тренинг пациента, уже когда ортопед свою работу уже давно закончил, уже даже на супервизии не надо являться, человек просто занимается, его готовят к спорту. Но там уже рождается новая команда, реабилитолог плюс конди-коуч. Тренер кофе спознан. Абсолютно. На Товкина. Если прошла хирургия ко мне, это тогда, когда травматолог считает, что с пациентом можно начать работать физически, мобилизировать его сустав, работать с его мягкими тканями и так далее. Потому что тут тонкости. Не все хирурги даже в рамках одной и той же операции руководствуются одной и той же логикой. Кто-то предпочитает подольше иммобилизировать, вообще не трогать, кто-то предпочитает сразу начать. Мы это уважаем, это этика. Человек, который был внутри сустава, знает, зачем он так рекомендовал. И не надо тут умничать, ссылаясь на какие-нибудь рекомендации какого-нибудь общества. Я считаю, это не очень правильно. То есть, соответственно, когда мы получаем человека, мы уже начинаем работать. И для меня нормально позвонить хирургу и сказать, слушай, ты там сделал, есть ли там какие-то подводные камни, о которых я должен знать, чтобы не испортить твою же работу и не испортить качество жизни человека. Вот и все. И мне кажется, как только получается, что мы наращиваем уровень коммуникации нашей, вот во всей этой правильной логистике, которую вы сказали, как только мы начинаем коммуницировать лучше с пациентом, там вся история, она складывается сама собой. Правильная и в интересах человека. Ну, как-то так. Присоединять и присовокуплять вы можете. Ну, это действительно единственное правильное, что можно... Ну, просто можете. ...посоветовать и сказать. ...до бесконечности. Спасибо большое вам. Спасибо, взаимно. Мы надеемся, что это было интересно. Мы надеемся, что это было полезно. Всего доброго. Будьте здоровы. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова